kia sportage 11 года хорошая комплектация с кожаным салоном пробег 141 1727 километров двигатель g4 на сильный ступь на холодную обратите внимание такое чистое подкапотное пространство снимать этот двигатель будет одно удовольствие демонтаж двигателя начинаем со слива всех жидкостей снизу уже все подразобрали разбираем сверху скидываем патрубки опоры и можно снимать двигатель силовая установка демонтирована разобрали двигатель наблюдаем стандартную картину это задранные поршни особенно сильно задран как всегда поршень 4 и 3 цилиндра залегшие маслосъемные кольца куча масляного нагара из-за масложора шатунные вкладыши в отличном состоянии распредвалы также в хорошем состоянии масляный насос обязательно будет меняться чтобы не угробить подкапитальный мотор блок отмыт везде наблюдаем проплешины в хоне как всегда особенно сильно в четвертом цилиндре перед установкой коленвал будет обязательно проверен на кривизну блок загильзован отхоннингован плоскость прилегания гбц в блоке также отфрезерована сняли 8 соток коленвал в отличнейшем состоянии шейки как новые также видим что установлены масло форсунки каждом цилиндре а теперь к вопросу о том почему мы обязательно меняем масляный насос когда капиталем двигатель я думаю комментарии тут излишне вот эти царапины будут очень сильно снижать давление лампочка может быть и не будет гореть давление может быть но давление все равно будет низкая и будет идти повышенный износ особенно удаленных трущихся деталей от масляного насоса это например распредвал также будут очень сильно страдать натяжители цепи и фазорегуляторы и очень быстро выйдут из строя поэтому отдавать 200 плюс за капиталку и экономить в районе 10000 на масляном насосе это просто глупо так как если оставить старый масляный насос весь капремонт пойдет просто в коту под хвост двигатель g4cd палец устанавливается на горячую здесь не плавающий палец перед установкой обязательно проверяем зазор их колец маслосъемные кольца здесь наборные состоят из трех колец компрессионные двухцветные красная и черная красная это верхняя черная тип специального ранения высокоуглеродистая сталь к красного ранения но также она и высокотемпературно да как можем видеть пальцы запрессованы сейчас собираем слосъемные кольца и капрессионные установлен фазорегуляторы установлены старые хорошо отмыты кстати говоря кто не верит в реальный пробег автомобиля посмотрите на состояние детали распредвала старые но выглядит они как новые то же самое касается и фазорегулятору опять же для диванных критиков которые говорят что автомобиля скручен пробег автомобиля пробег 147000 это прекрасно видно по состоянию всех деталей днище все соответствует пробегу абсолютно даже те же детали выхлопной системы за тот был было за 200 там все такое было бы ржавая датчик положение кузова все это обычно покрывается такой шубы из грязи подлесной даже заводские метки на нем остались если бы это было 250 300 тысяч как вы пишете этого давно бы ничем и не было до ржавчина присутствует но на 150 тысячах это нормально тем более для корейского автомобиля так же как и японский детали подвески не ржавеют от реагентов солей на дороге это нормально а муфта кардана она просто девственная это было там 200 плюс как вы говорите она вся была потрескавшуюся уже давно пыльники скорее всего тоже бы уже растрескались давно все вот саленблоки все в отличнейшем состоянии экстрасенсы которые по видео определяют пробег даже в живую не видя машину вот я для вас это все показываю вот так же на развальных шайбах видим сохранившиеся метки заводские посудите сами машин машина одиннадцатого года вы представляете если бы эта машина проезжала там как такси допустим там 90 или 120 тысяч год но даже 60 то есть за 12 лет она бы прошла уже 720 километров ты 720 тысяч километров это при условие при езде там 60 тысяч год хорошо представляете что бы произошло с машиной даже при езде там 60 тысяч год то есть 720 тысяч километров просьба остались эти метки ну вот вы сами только судите разве разве бы сохранились вот эти резинки все бы это рассыпалось все бы развалилась метод бы этих не было да и поменяли бы эти шайбы уже давно они должны были без без заводских методов поверьте мне вот если бы эта машина вообще дожила бы просто они уже не ушла бы в разбор уже поэтому прежде чем писать всякую ерунду вы немного подумайте хотя бы чуть-чуть даже стабилизатора даже целая как я уже сказал автомобиль собран и цвета двигатель работает очень хорошо идеально я рассказал как на смотрели работают греет работают налоги заливаем антиприз в расширительный бачок так как ушли воздушные тропки соответствует пробегу это вот эти места на стаканах при больших пробегах достаточно сильная коррозия здесь очаги тоже есть это мелочь я видел модель с большим пробегом это уже конкретно начинают отславиваться металл здесь же все в порядке реально соответствует ее пробегу это обратите внимание что все болтики заводские ничего не трогалось не крутилось охота крыла управа по любому как это была какая-то машина такси со стучным пробегом она сама была бы уже битая-перебитая все эти болтики были бы слизаны поцарапаны стояли бы на своем месте по левой стороне все то же самое все детстве все зазоры просто идеальные шагрин заводская на всех кузовных деталях ну что что вы на это скажете что машина прошла там 800 тысяч и не было ни единого дтп я в это никогда не поверил здесь же видно что автомобиль весь заводской в отличном состоянии для своего возраста своего пробега опять же состояние кожи на сиденье на руле все это соответствует пробегу чтобы это было как вы говорите там он скрученный руль был бы уже просто в труху если бы не был перешит а он не перешит это заводская кожа то же касается и сиденья вот эти места они бы тоже в труху все изорвались бы и вот эти давно бы уже так что ребята прежде чем писать комменты реально думайте головой клиент проехал уже более 200 километров приехал к нам на профилактический осмотр двигатель работает так же идеально как и после ремонта никаких абсолютно течи и подтеков ничего такого нету лишних потусторонних шумов вибрации нету также клиент по своему желанию приедет нам еще через 800 километров после обкатки на замену масла так и рекомендовано менять его через тысячи километров после капитального ремонта клиент доволен ленту все нравится машина едет очень хорошо по его словам выдаем автомобиль клиенту на дальнейшую эксплуатацию